добрый вечер говорит радио свобода показывает телеканал настоящее время в эфире археология меня зовут сергей медведев большое видится на расстоянии сегодня 10 лет со дня смерти бориса ельцина 23 апреля 2007 года его не стало на 7 лет он пережил свою отставку пережил в каком-то смысле свое время глядя как разрушается все что было им создано за годы его президентства и сегодня его фигура по-прежнему является яблоком раздора споры вокруг ельцина не утихают в российском обществе об этих разногласиях в сюжете анастасия тищенко 10 лет назад в ночь на 25 апреля россияне прощались с первым президентом россии храм христа спасителя пришли более 12 тысяч человек государственный канал и вели трансляцию похорон в прямом эфире однако согласно опросу левада центра сразу после отставки ельцина две трети россиян негативно оценивали итоги его правления коммунисты обвиняют его в развале великого государства белорусские соглашения были подписаны слишком поспешно кто-то упрекает первого президента в развале экономики приватизации ваучеры позволили зародиться новому классу олигархии основное население оказалось за чертой бедности негативно повлияло на образ президента и война в чечне за которой последовал ряд терактов но есть и другая сторона медали именно при ельцине приняли конституцию которая закрепила свободу слова и демократии в стране наладились отношения с сша и европейскими странами а принятые экономические меры по мнению части россиян были хоть и тяжелыми для общества но необходимыми борис николаевич просто решал проблемы которые возникли еще при советском руководстве сегодня в екатеринбурге открыт ельцин центр музей посвященной личности первого президента но даже вокруг работы культурно-образовательного центра возникают споры музей обвинять на мерной потасовке истории и в то время как одни отмечают у ельцин центра свадьбы другие собирают подписи против открытия аналогичного места в москве обсудить ельцинскую эпоху и то место которое ельцин занимает в коллективной памяти нации мы пригласили сегодня журналисты татьяну малкину и политика владимире рыжкова добрый день добрый знаете вот все время я задаюсь вопросом об отношении большинства по-видимому соотечественников к ельцину и думаю что может быть даже не в ельцине дело вообще не любит реформаторов россии человека который что-то пытался поменять александра второго убили хрущева прокляли может быть вот это вот тоска по ивану грозному тоска по сталину она как-то прописано таня что ты думаешь прописано в чем серёжа генетический генетический генетическом ходе нации я так и знала не думаю что что-нибудь прописано такое ну в кавычках конечно я это я это говорю но по крайней мере в культуре в воспроизводимых дискурсах о русской истории а где любили реформаторов такого масштаба если оставить богоспасаемый народ в америке на не знаю клей линкольн все-таки на на деньгах нарисован памятник стоит в америке линкольн я не знаю серёж я кстати не уверена не уверена и в том насколько мы можем полагаться на данные этих бесконечных бесконечно социологических исследований и понятно что так называемое мнение так называемого большинства но в общем скорее существует в виде какого-то мультика ну да здесь такая есть какие-то так такие привычные нарративы все украли например или но это типичная может быть такое может быть наладить такой типичная российская что вот отсылка что ельцин был может быть сделан неким к козлом отпущения что период вот этого вот распада советского союза когда это махина наткнулась на мир глобализации все это было персонализовано и вот так сказать пришел плохой барин и все развалил мне кажется что вот мой опыт общения с людьми довольно большой с простыми людьми в глубинке все-таки показывает что негативное отношение к ельцину она имеет рациональную природу и главным образом она сформирована конечно экономическим как провалом 90-х годов вот этого люди не могут простить то есть они могут отдавать должное тому что ушел партийный диктат что частная жизнь была освобождена это же именно при ельцине там читай любые книги смотри любой кино занимайся любым занятием это такая ценность как свобода въезда и выезда очень важная для российских мегаполисов из страны хотя это еще при горбачеве но ельцин это все развил мне кажется что главная причина это именно две вещи которых было упомянуто в первом сюжете это не могут простить развал ссср потому что по-прежнему у нас больше половины ностальгируют по великой державе по великому советскому союзу по братству народов вот и в массовом сознании два человека развалили советский союз горбачев и ельцин и это видимо навсегда останется так и второе это конечно колоссальные экономические потери 90-х годов потому что люди сравнивают я прошлым летом проехал десятки деревень алтайского края люди говорили вот раньше у нас была улица освещена асфальт был новый водопровод работал исправно была школа была больница пришел ельцин всего этого не стало мы теперь живем в разрухе уже 20 лет и это началось при ельцине можно сколько угодно людям рассказывать про расцвет малого среднего бизнеса про то какой за какая замечательная программа куклы была на нтв но они сравнивают люди кто помнят ту жизнь и эту жизнь и та жизнь им кажется лучше чем то что было в 90-е годы это уже вполне рационально это впечатано в память нации что горбачев и ельцин будут связаны с так скажем даже объективными процессами которые может быть и не они начали и не не узкую ускорили но есть опросы которые показывают что потихоньку понемножку отношения горбачева улучшается там на процент два в год левада центр показывает что чем больше проходит времени со времен перестройки тем отношение к ней становится получше но не принципиально четверть населения говорит что было больше хорошего чем плохого три четверти говорят что больше плохого чем хорошего то же самое ельцине так вышло что да у нас этот переход от советской системы к новой он сопровождался колоссальным экономическим коллапсом там ввп сократился на 40 процентов но это даже не знаю с чем сравнить но с войной наверное когда полстраны была оккупирована то есть действительно это коллапс других странах было по-разному например вот в испании мягче перешла после смерти франка у них там они практически почти не почувствовали экономических проблем в гдр когда воссоединились им такие деньги влили триллионы марок они тоже не особо это почувствовали а у нас посадка была очень жесткой шоковой терапии была очень тяжелой я думаю что тогда навсегда вот эти два клише что эти два человека развалили советский союз и привели нас к нищете я думаю что они так и останутся в истории навсегда когда ты говоришь что имеет рациональные основания означает ли это что можно пытаться объяснять людям которые говорят что до ельцина все было отличные улицы были освещены можно ли объяснять людям буквально на пальцах как как ядар пытался все время освещать мы знаем что бесконечная наша улица электричество рано или поздно кричать что гайдар как раз остаток своей жизни посвятил рациональному объяснению того почему распался расклада империи гибель империи его знаменитая книга она полностью посвящена попытки рационально объяснить какое наследие досталось ельцину и гайдару с чем они имели дело я имею свой опыт например я работал молодым вице-губернатором в барнауле когда была поздняя осень 91 года когда реально у нас не было угля на тэц и мы не знали чем отапливать 600 тысячный город и я помню что мой губернатор звонил в кузбасс там еще будто кислюк по моему а потом пришел тулеев и говорил слушай пришли у нас денег нет но у нас просто полмиллиона людей замерзнет пришли там 30 эшелонов угля для того чтобы мы могли отопить город это была та реальность которая досталась ельцину осенью 91 года до рационально надо объяснять людям что это было так но это опять-таки не снимает тема ошибок ошибки тоже были сделаны можем поговорить об ошибки да это одна из причем ошибки ошибки не какие-то там мелкие фундаментальные с моей точки зрения ошибки были сделаны вот в 90-е годы даже знаем как называется главная ошибка но обычно называют приватизацию но я назову другую я я считаю что на мой взгляд самая главная ошибка была что занимались только экономической реформой такие вещи как институты например суды они не были построены или например местное самоуправление не было создано федерализм не был создан над парламентом глумились я работал туда в парламенте и кремль просто вытирала нас ноги то есть горы шутки это просто банды сумасшедших они вообще нам даром не нужны мои друзья которые работали советниками ельцина не хочу их фамилии называть они просто вытирали ноги о парламент и что мы получили в итоге к концу 90-х годов не судов не местного самоуправления не федерализма не работоспособного парламента не работоспособной партийной системы и на мой взгляд это это даже более важная вещь чем приватизация чем чечня потому что потому что если бы если бы тогда вот руководство страны всерьез осознала что нужны новые правила игры а новые правила этой игры это новые институты может быть потом путину не удалось бы так легко буквально за два-три года ликвидировать это развалит абсолютно то есть там почти нечего не кажется что просто элементарно не хватило ресурсов как минимум времени девять лет было за эти восемь лет было сделано с моей точки зрения столько что я не вижу аналогов в мире если сравнивать масштабы поляки что за те же восемь лет я не буду шутить шутку про быка и овцу и про нашу барнаульскую область которая кроет их польшу как быковцу и про про уровень запущенности и масштаб проблем вообще-то говоря с которыми столкнулась столкнулась россия который вообще не только размерами и количественно отличается от польши а и существенно более фундаментальным образом поэтому мне кажется что как всякий раз когда мы обращаемся к такого рода аналогиям мы выбираем те которые нам кажется нам сейчас служат я вот что хочу спросить а вообще ельцин разрушил старую систему или сохранил долго ли продолжалась революция долго ли продолжалась реформа потому что глядя на то как в общем-то возродилась традиционная российское перераспределительное государство как сохранилось сословное общество как сохранилось отношение власти парламента и общества все эти институты собственно они трансформировались после советского союза но как-то перекатились очень ловко через 90 и полностью возродились при 90-е годы мой близкий друг к сожалению на непокойной выдающийся я считаю российский мыслитель 7 михаевич салмин он написал несколько я считаю классических работ как раз о том что после распада советского союза в новой россии возникли два типа институтов он их описывал как старые институты и новые институты старые институты такие как полиция спецслужбы армия бюрократия госсектор экономики они фактически остались не реформируемы и рядом с ними были построены новые петр первый назвал бы их потешными новые институты это свободы свободные сми тот же самый классический нтв до времен шиндоров до времен кукол до времен кукол парламент партийная система якобы федерализм якобы местное управление и как раз салмин писал он предупреждал что главная опасность для россии что старые институты которые не были реформированы ключевой из них судебная система она вообще не была реформирована я вот помню я хорошо знал и дружил с борисом андреевичем золотухиным автором судебной реформы которые в начале 90-х годов разработал фундаментальную системных судебную реформу и он пытался ее пробивать через гайдара с которым дружил тот горел не до этого не до этого не сейчас это сейчас не надо это сейчас не про это вот мы сейчас приватизация рынок создание частной собственности класса собственников и так далее и на самом деле произошло то очень предупреждал салмин я хочу заключить то есть старые нереформированные институты сожрали новые потешные институты и сейчас фактически восстановлена систем советская институциональная структура где все институты не реформированы ельцин что этого не понимал или слишком он был слишком слушал вот этих молодых реформаторов экономистов он был настолько увлечен экономической реформы я читал книгу солдатовый бараган о том как восстанавливалась кгб фактически как ельцин сначала и разрушил на фрагменты а потом это амальгама начала опять как в фильме терминатор ртутные шарики так он начал это делать уже с 90 года то есть с 92 93 года он начал сам восстанавливать эту структуру кгб да конечно она сейчас по-другому на задала там показано прям по шагам как он их как он восстанавливал структуры восстанавливал их полномочия наделял их властью наделял их ресурсами и это вопрос для меня нет не такой банальный понимал он не понимал и не такой банальный вопрос чего на самом деле хотел это был вопрос его личного выживания безопасности и горе всего я уверена что нет точно так же как этот вопрос на мой взгляд связан с тем как он решил вопрос преемничество это ключевой вопрос почему из разного набора преемников преемник был избран из кгб а давай ты огласишь тогда набор какой у тебя в главе набор там был аксёнин каждый дорожник вот это как раз был был черномырдин который который сам он раньше возжег он немцов может быть обсуждались какие-то губернаторы популярны обсуждал служков тот же примаков примаков тоже почти из этих структур мне кажется там был определенный набор но почему был избран этот человек почему бы выбран именно представитель лубянки вот 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 вопрос поэтому сергей он был выбран с моей точки зрения совершенно не как представить меня нет а как а как лояльный обеспечивающий лояльный транзит как бы по для семьи для я абсолютно ничего не угрожала и мне кажется это такой набивший оскомин уже хорошо мы два либерала спорим сегодня но я хочу напомнить что поиск шел примерно в этом поле степашин из этой же колоды бордюжа обсуждался потом этот андрей николаев генерал обсуждался то все равно поиск шел среди силовиков это само по себе очень интересно то есть спасение семьи династии и стабильности все равно виделась в одинаковом ключе я не понимаю откуда вот эта речь спаси какой династии во первых какой все-таки семья семья существовала на тот момент и как экономический механизм и как ну на тот момент как как бы одно из правящих кланов один из одной что угрожало давайте так мне папа помимо того что мне кажется каким-то просто чрезвычайно вульгарным сползание к этому нарративу опять же про бабло да бабло побеждает зло в чем сила говорили о другом хорошо что сохранение контроля контроля чим кем правящим правящих групп которые к тому времени сложились правящих групп про я не понимаю почему вообще об этом говорим потому что это мне кажется естественно в любой стране при при любой смене власти так называемой правящей группы то есть люди с громадным финансовым политическим интересом всегда так ли иначе участвуют ну нет вопрос в том за счет чего так сказать сохраняется ли правящая группа за счет создания общей для всех правил игры инфраструктуры права институт в которых говорит володя или создание конду то сказать альтернативной элиты альтернативной вертикали власти виде силовиков которые затем выдвигает путина и берет берет в руки россии так что вот это может быть да по твоему главный главная ошибка а хорошо тогда если уж мы сейчас перешли на список ошибок это мы еще скажем несколько хороших слов которых заслуживает борис борис николаевич ну действительно мы вышли на больные темы которые нужны нужны в обществе проговаривать хорошо а чечня 93 и 94 год октябрь 93 и затем вся чеченская операция 94 95 год это безусловно какой степени на это это было ошибкой и мне кажется что это может быть наивно об этом говорить но это была вот прям такая в рот просто ошибка и это было они безусловно некомпетентность грачевой и всех остальных и действительно я очень хорошо помню я думаю ты тоже помнишь что была такая убежденность что сейчас буквально за за два-три месяца что он просто но просто все там починим и все будет шапка закидать да да отсутствие опыта не побоюсь этого слова что с одной стороны вроде как хорошо но закончилось трагически это было а 93 год октябрь 93 тоже одна из таких больших вещей которые предъявляют ельцину ваше отношение ко всему этому это действительно потому что сейчас говорят что опять-таки в октябре 93 года это чуть ли не тот ключевой момент когда был заложена траектория которая привела нас к путину к крыму ко всему ко всему прочему 93 он тоже поделюсь своим воспоминаниям я тогда еще не был москве я работал на алтае и эти события ночью происходили и я был либерал я остаюсь либералом на третьем этаже надо мной сидел суриков сансаныч ныне посол по россии белоруссия тогда председатель парламента я поднялся к нему у него стояла пепельница вся заваленная окурками он очень переживал так же как и я это была ночь расстрела вот и мы были оба в шоке либерал а он коммунист но были абсолютно в шоке от того что происходило в москве но мое представление тогда было такое же как сейчас я и тогда не видел возможности компромисса между условно хазбулатов рудским и ельцин и сейчас я не представляю как они могли достичь компромисса при том что и алексей патриарх пытался как-то найти куда и зорькин пытался найти какую-то почву для компромисса но мне кажется там обе стороны играли с игрой с нулевой суммой то есть каждая сторона стремилась полностью уничтожить противную сторону и победил ельцин и я его поддерживал считаю что та альтернатива русской хазбулатов в вареников с антисемитизмом был бы еще было бы было бы еще хуже потому что это было абсолютно погромная какая-то такая черносотенная история вот но получилось действительно это была переломная точка потому что когда две абсолютно конфликтующих и непримиримых стороны сражаются за то чтобы друг друга уничтожить потом побеждает одна и она рождает конституцию по которой мы сегодня живем супер президентскую которая тоже сейчас эрдоган пытается делать в турции супер президентской конституции которая является конституции авторитарные по своей сути то есть действительно это была переломная точка но в какой мере здесь виноват только ельцин я совершенно так не думаю мне кажется что как раз здесь виноваты обе стороны может быть даже та сторона в большей степени потому что это был парламент наделенной огромной властью и то что он не смог найти компромисс все народные избраны президентом здесь нельзя снимать с них ответственности согласно как это часто делают это это конечно была чрезвычайно важная реперная точка но были ли какие-то но помимо терна тела для ничего и я я тоже не вижу совершенно никакого вспомнить их риторику вспомнить их призывы идти на штурм и убивать а потом они здесь страшно быстро маргинализовались и ночью это было то есть здесь да здесь вообще в общем я думаю по всем вопросам которые мы будем говорить вот извечный социологический вопрос агенты структуры да в какой степени все что происходило это как бы плод воли ельцина или он находясь над этой кризисной ситуации пытался найти так сказать из двух плохих выходов стране разгоралась гражданская война и какой был у него выход у него был выход проиграть либо выиграть он выиграл а дальше он навязал эти правила игры где он был царь горы где он назначал имеет правительство назначал силовиков где у парламент был лишен по сути дела нормальных контрольных и законодательных полномочий то есть он же вообще первые два-три года я же это отлично помню что потом был избран в первую думу у нас страна управлялась указами потому что не было законов это потом уже был со 5 опять вопрос вопрос конститут к отсутствию института не создан институтом который в результате дало то безвоздушное пространство которым мы сейчас живем на том не до путин пришел к власти оказалось что никаких противовесов нет парламента нет партии нет независимой судебной системы то есть он пришел уже на зачищенное поле и стал отстраивать на нем свою пирамиду напомню что вы смотрите сколько покинутое прости да нет нет здесь только зачищенное столько покинутое сколько просто непоглодоносище это не то что кто-то пришел и вырвал все на нем ничего не выросло тоже верно да соглашусь это программа археология мы вернемся буквально через несколько секунд и снова здравствуйте программа археология в гостях у нас сегодня журналист татьяна малкина политик владимир рыжков вспоминаем бориса николаевича ельцина обсуждаем ельцинскую эпоху и то как память о ельцине формирует наше общественное сознание и раскалывает наше общественное сознание сегодня в десятилетие со дня смерти бориса ельцина своими воспоминаниями о политике делится поэт музыкант андрей макаревич когда в девяносто первом году я увидел утром на фоне лебединого озера эти пять рыл у меня конечно руки опустились обдал неужели вот так все кончается вот опять мы в этом болото сейчас сядем и уже просвета не будет вдруг вечера выясняется что кроме как принять решить ельцин выступил против что он едет в белый дом что там собирается оборона я конечно с гастролей приехали я туда ломанулся сразу я внутрь не пошел потому что много сидела друзей на ступеньках и я посчитал что было правильно с ними остаться потом когда была программа голосу или проиграешь я в нее включился без раздумий потому что но я еще по советским временам я очень не люблю коммунистов я крайне не хотел чтобы они опять пришли к власти а до этого было совсем рядышком и мы ездили по городам и борис николаевич выходил где-то перед последней песни на сцену говорил там несколько слов и очень хорошо принимали однажды он договорил и уже стал уходить со сцены мы заиграли песню скачки он бросился в пляс всем это очень понравилось потом на то повторял насколько я знаю уже с другими музыкантами и опять мы победили он был боец он умел держать удар в нем в крови в позвоночнике что-то было от простого русского мужика и люди это чувствовали и еще очень важно он он действительно был за свободу он не прикидывался не прикрывался этим словом ему могло очень не нравится как его скажем показывают в куклах он мог обижаться но мы в голову не приходило эту программу запретить сейчас мы совсем другие времена живем к сожалению а самое человеческое воспоминание это когда уже он передал власть путина он вдруг мне позвонил по телефону сказал что там был на книжной ярмарке купил мою книжку приезжайте в гости сказал обедать я торопел я какое-то время даже думал что меня разыгрывает потом понял что нет приехал к нему домой он встретил меня в свитере была наина ёсина потом таня приехала значит и наина ёсина угощала своими потрясающими блюдами из охотничьих трофеев и и я увидел с такой человеческой стороны абсолютно вот не не рабочие не не правительство не президентской он был очень симпатичный дядька андрей макаревич вот важные вещи андрей здесь говорит в том числе что вот у него была политика и вот это вот жажда оставаться над событиями в крови в позвоночнике он что вот действительно было такое может быть последнее крупное политическое животное на в рейстотелевском смысле да как зон политикам на нашей сцене мне рассказывал покойный так часто мы сегодня говорим покойных сожалению года идут ли саняк шлифшиц который был министр финансов у бориса николаевича и помните который говорил делиться надо да он кстати был шерпой в большой восьмерки одно из достижений бориса николаевича мы будем говорить еще мы уже часть сказали достижение что россия стала частью большой восьмерки именно при нем вот и он рассказывал тогда большие восьмерки сидели не последние парни сидел билл клинтон гельмут коль жак шерак то есть довольно даже на фоне нынешних довольно так сказать крутые ребята и вот лишь из горюши последние крутые последние крупослы последнее крутое поколение 90-х да вот эти коль шерак большие люди кончились и да и вот левшис рассказывал как шерпа большой восьмерки он присутствовал на всех саммитах куда борис николаевич летал всегда повторялась одна и та же картина как только входил борис николаевич вот в эту маленькую комнату где сидели лидера мира все заболкали и вставали это не потому что таков был протокол это не потому что какой-то там ну просто вот такая была фигура действительно как титаническая и все это чувствовали даже вот лидеры сша там германии великобритании англии они понимали когда он начинал говорить все заболкали и слушали только его и я сам с этим столкнулся я с ним имел счастье пересекаться неоднократно и я помню однажды он приехал в государственную думу вот и я встречал его в такой боковой комнатке рядом с за с президиумом входит гигантский седой человек и такое чувство что просто стены раздвигаются в этой маленькой комнате от него исходила физическая энергетическая какая-то огромная мощь и он действительно красивый и статный его действительно как-то в его присутствии я кстати вот при том что я чуть не расплакалась я очень скучаю по борису николаевичу ельцин правда от слов макаревич я бы никогда не назвала его симпатичным дядькой потому что симпатичный это немножко для другой категории это это неподходящее для него слово в нем всегда было что-то что ну как-то делала его большим и отдельным и иногда не очень понятным знаменитый тяжелый взгляд помнишь да вот это был да и но в нем было эти в нем было бездна достоинства вот что я его для себя он какой-то не прищемленный был человек медведь вот для меня он очень с таким архетипом медведя мне поэтому очень нравится скульптура франгуляна которая стоит перед ельцин центра центром в екстренбурге он там действительно такой грозный огромные вырубленные скалы у него еще пальцы сделаны и почему сделаны те которые у него ампутированные пальцы тоже видно и они такие длинные как когти у медведя сделаны вот такой прям из камня выходящие медведи мне кажется что вот эта архетипика русская она здесь очень сильно сработала ельцине медведя никогда нет нет я это чувствовал и действительно это огромного масштаб была фигура потому что ряд его поступков таких вот ключевых например как то что он сделал в августе 91 года далеко не каждый политик на такое решится приехать залезть на танк призвать к сопротивлению это поступки совершенно глобального масштаба 93 год можно по-разному оценивать но он взял на себя ответственность действительно никогда не отказывался я читал как-то мемуары рейгана он пишешь какая главная работа президента каждый день принимать решение брать на себя ответственность собственно в этом состоит работа президента вот ельцин был в этом смысле настоящий большой политик он умел принимать самые тяжелые решения и умение просить прощения что очень важно что мы вообще мне кажется в русской политики помните когда он это бы знаменитая его речь в 12 часов дня 31 декабря когда он находил отставка он попросил прощения за две вещи чечня и экономика то есть он он реально как будто если говорить вот мы говорим о каких-то ошибках да вот он две вещи для себя выделил ключевые чечня и экономика он сказал что я прошу прощения за чечню что тут была устроена бойня и 2 за то что так тяжело прошли 90-е годы для миллионов людей но и по другим поводам я помню были извинения венгерском парламенте принесенные за пятьдесят шестой год другие эпизоды то есть но это конечно свойства большого человека не сваливать выбор путина был сознательным ходом володя это считаю что это так сказать не случайная игра фигур вынесла путина он искал все фигуры которые рассматривались они все были похожи то есть это такие крутые мужики большей частью из силовых структур кроме может быть аксененко но это аксененко был известен своему сосковец рассматривался из в пк они все их отличало одно очень крутой нрав и приверженность жестким и таким директивным командным военным методом управления то есть видимо он считал интуитивно может быть считал что именно силовик вот он как он когда же он уходил помнить это знаменитая сцена когда он путину сказал уже когда он надел шапку берегите россию да то есть он видимо действительно внутри считал себя что самый правильный выход это как сильно сильный лидер который вот удержит я совершенно не убеждена в том что даже напротив убеждена в том что не было идеи именно силовика искать именно силовиков я считаю что трагическая история многолетней негативной селекции происходивший в нашей стране привела к тому что таким был набор имевшихся в наличии людей вот как вот выбрать не чусь и такой выбор да хотите аксененко или сысковца дольше застрелиться ей богу поэтому выбрали человека который как бы был помоложе разложенный западом на секундочку вестернизированный вызывал наименьшую дисинкразию до считавшийся если не правой то левой рукой собчака который был оплотом как раз у меня ровно наоборот картинка хорошо а после все-таки ельцина семь ли последних лет своей жизни видел то что происходит ну положим не все годы но начиная примерно с 2003 года до постепенно распад его наследство какие-то реакции с его стороны были какие-то комментарии были вам было бы были во первых они были и публичные очень кстати ну не чрезвычайно аккуратный очень взвешенный но достаточно откровенный он был недоволен он по моему больше больше одного раза публично комментировал хотя я так понимаю что он предпочитал этого не делать ну по почти этическим причинам он безусловно комментировал историю с успешной атакой успешной атакой на свободу слова который началась сразу же после путь и накладал первый канал и он да он был он был недоволен но он очень-очень сдержанно но это часть контракта была такого часть вот этого я думаю что это тоже говорили в признаке достоинства и в том числе да и признаки достоинства все-таки возвращаясь к фигуре к личности он был царь или демократ ведь очень часто просто это использовала царь борис вот это вот его действительно тяжелый взгляд не так сидим вот это все или это такие были в более шутливые архетип архетипа был царь я думаю все-таки царь с другой стороны вот действительно есть важное различие мы об этом еще не говорили между ельцинской моделью и путинской моделью с одной стороны мы говорим о том что уже конституция 93 года была авторитарная что чистая правда но с другой стороны ельцин сохранял противовесы самому себе удивительным образом пример мне борис немцов рассказывал историю он был у него резиденции со смешным названием шуйская чупа да есть такая резиденция и они ели борщ борис николаевичем вечером вот их включили то ли первый канал то ли нтв какая разница и там про ельцина рассказывали в прямом эфире что он горький пьяница вы же выживший из ума маразматик что он опять очередной раз то ли описал какое-то значит авиационное колесо то ли где-то дирижировал оркестром в общем изображали его полным идиотом какова была реакция борис николаевич это мне немцов рассказывал говорит боря переключи на другой канал тяжело мне это смотреть я могу себе представить если бы сейчас про нынешнего президента показали бы что-то похожее даже отдаленной какая была бы реакция есть собственно признак масштаб масштаба фигура есть свобода сми не подавлялась и он допускал наличие оппозиционных себе губернаторов я хочу напомнить что александр рудской который против него и призывал его расстрелять был губернатором курской области да борис николаевич не фальсифицировал выборы так как это сейчас происходит то есть не было машины фальсификации выборов так как сейчас это делают губернаторы и поэтому многие губернаторы были коммунисты которые открыто побеждали ставленников самого борис николаевича он работал с парламентом где у него не было большинства он поддерживал местное самоуправление мэры городов тот же чернецкий екатеринбурга это были самостоятельные политические фигуры совет федерации хочу вам напомнить многократно отклонял законы инициированные президентом самая известная история это земельный кодекс который так при ельцине не был принят поэтому вот эта удивительная вещь что да это был авторитар авторитаризм но качественно отличный от путинского авторитаризма это был авторитаризм в котором сохранялись а я еще забыл сказать про крупный бизнес которая играл гигантскую самостоятельную политическую роль и имел огромное влияние гусинских и тут можно две интерпретации значит одна интерпретация неблагоприятная для ельцина что он бы хотел все это задушить но не смог потому что был слаб а вторая интерпретация который сказал андрей макареевич из которой я согласен это то что в душе этот царь и отвечая на ваш вопрос был демократом и он был он был убежденный анти сталинист убежденный потому что его родители по страдали до серого к абсолютно да он был убежденный сторонник свободы слова он был убежденный сторонник того что россия должна работать дружески с европой и с америка выстраивать новый безопасный мир то есть он был царь то есть он не хотел может быть или не собирался строить вот эти институты о которых мы говорили но при этом в ряде принципиальных вещей он был демократ он был человек свобода и просвещенный автократ так скажем такая и реформатор своем роде идеальная схема напомню что вы смотрите программу археологии вернемся буквально через пару секунд и снова здравствуйте программа археологии в эфире в гостях у нас сегодня политик владимир рыжков журналист татьяна малкина вспоминаем бориса николаевича ельцина десятилетия смерти которого отмечается в эти дни 23 апреля 2007 года его не стала память о ельцине по-прежнему раскалывает общественное сознание но есть место где эта память хранится в некой целокупности и это ельцин центр в екатеринбурге смотрим сюжет нашего корреспондента анастасия тищенко эльцин центр стал местом силы если можно говорить просто потому что тот объем запросов предложений пожеланий просто внимание которое обращено центр она позволяет об этом говорить все хотят выставка в ельцин центр причем очень разные люди очень разные институции предельно широкий спектр участников культурного поля и поля искусства и поэтому конечно ощущается запрос внимание настолько въедливо настолько это внимание как бы концентрируется на каждой отдельных деталях что это неминуемо провоцирует на более доскональную что ли работа мне кажется тоже один из спектов того почему ельцин центр так привлекает внимание у нас есть мне кажется у сотрудников ельцин центра какое-то понимание значимости общего дела то есть в принципе значимости для города и для страны центра и тех программ и продуктов и идей которые здесь предлагаются и создаются поэтому мы там внимательно всеми большим вниманием относимся шум медийный это внимание то есть оно скорее всего идет на пользу и даже не так Михалков конечно перебухал мне кажется просто рассказал некоторое количество слов но которые ему нужно было сказать но это также позволило центру быть то есть мы получили много таких откликов что держитесь как-то молодцы то есть что он там вам договорил где вы обещаете внимание сначала было понятно что центр будет совмещать в себе как культурно-развитительские функции так и некоторое количество коммерческой аренды и здесь как раз и офисные помещения и торговые площади которые внизу то есть мы как сотрудники знали об этом сразу что здесь не будет только работать в сторону вот как культурного поля вестись и на мой личный вкус это позволяет людям сэкономить время это сюжет о ельцин-центре и от себя добавлю что если те из наших зрителей слушателей кто там не был еще я просто рекомендую от всей души туда слетать если скажем из москвы то есть очень дешевые рейсы екстеринбург и это буквально на два дня один день можно провести в ельцин-центре это один из лучших музеев россии и мира не побоюсь действительно это слово один из лучших музеев мира которые я видел где наша сложная история 90-х годов подано в невероятно объемной многомерной и интерактивной манере то есть это музей приключения это музей интерактив плюс к там еще очень хороший книжные множество культурных программ концерты туда что вы видите ездят свадьбы там до 40 свадеб день приезжает кельцу так что это одно из тех мест которые надо посетить но если сейчас говорить о ельцин-центре о памяти ельцина я вот думаю может быть в россии как в китае решить вот они договорились по поводу мао 70 на 30 7 из хорошего 30 плохого может нам какую-то по ельцину процентовку определить зачем у меня не спорить мне кажется мы скоро будет будем спорить о каких-то других вещах в недалеком будущем не знаю у меня есть личные отношения к ельцину и поэтому мне трудно говорить о каких-то для меня он безусловно абсолютно положительное с учетом ошибок недостатков и и того о чем мы никогда не узнаем а именно сослагательные наклонения что было бы если бы тогда он сделал так и не так для меня он абсолютно положительная фигура сыгравшую но я даже не знаю с кем сравнивая по на что по масштабу в истории россии ну вот пожалуй да с петром с другой стороны и володь это по поводу я я не сторонник того чтобы вот как это сделал дэн сяопин который вот эту знаменитую формулу и там это каждый знает школьник детсадовец что мало это 70 хорошего 30 плохого вот я как раз сторонник того чтобы наоборот активно обсуждать девяностые годы чтобы они не выпадали из анализа и из критического в том числе анализа потому что я не сторонник того что то что у нас сейчас то навсегда наоборот я как историк уверен в том что навсегда в истории не бывает что настанет момент перемен и в этом смысле извлечь уроки из 90-х годов вот о части которых мы уже сказали в том числе о том что институты важнее чем приватизация с моей точки зрения вот извлечь уроки из 90-х годов и проговорить те ошибки которые были сделаны в том числе и нами это очень важно для будущего потому что если мы не потому что если мы не будем прорабатывать эпоху ельцина пусть его хвалят пусть его критикуют но важно чтобы это обсуждало лучше спорить они же пользуются готова форму не же ну естественно я здесь как некий некий такой легкий троллинг но все же относительно вот этого вот ну то же самое как памятника хрущеву данного 9 марста неизвестного черно-белый вот эта вот процентовка в власти по крайней мере существует шизофрения по поводу 90-х годов и ельцина потому что с одной стороны ельцин-центра так открывали на пару путин с медведевым с другой стороны это критика которая исходит в том числе от властной элиты или не халку михалкова до 9 90-го и даже про ельцин-центр простом разом говорят даже по отношению к ельцин-центре какое-то абсолютно шизофреническое отношение или все-таки вот фигура ельцина по-прежнему пользуется иммунитетом на самом верху я честно говоря думаю что все это вот особенно михалков уже мы же не будем прямо говорить серьезно он выражает некий народный такой рессентимент если бы было серьезное недовольство ельцин-центром я думаю ельцин-центр как функционирующие предприятия это на себе это почувствовал уже некоторое время назад это пена этой игры это это если хотите попытка популистского реверанса в сторону каких-то смутно описываемых в целомом избирателей которые еще до сих пор держит фига в кармане по поводу 90-х мне кажется это все довольно поверхностно кстати эти наезды связаны больше всего с роликом вот этим 8-минутным роликом по истории россии которые проигрываются там в небольшом кинозале перед посещением центра всем предлагается пройти посмотреть 8-минутную мультипликацию но очень сильная очень умно сделанные роли как я понимаю известные наши историки за ним стоят и и там а подана альтернативная история россии это видел этот ролик он он стиль если он неофициально выложены войны с центр не выкладывая в общем то из таких опасений но неофициальные вот там люди с колена снимают и он выложен в сети так что это сказать не неофициально могу сказать там подана альтернативная история россии что каждый раз россия рвется к свободе а все равно вот эти скрепы и цепи и и стягивают вот пожалуйста новгородцы и прогнали александра невского а вот все равно пришла москва и все собрала там так без надрыва с почти в юмористическом практически вот реформы иранского а вот все равно таскать не вышло до 20 сам второе сразу застрелили года николай второй и и так далее и вот я думаю что может быть и у меня честно говоря по просмотре этого ролика остается такое достаточно тяжелое впечатление то есть что свобода каждый раз возможно в россии но россия почему-то каждый раз выбирает не свободу и вот ельцинский период тоже точно так же вот 9 лет попробовали на там с горбачёвым лет 15 вот этот эксперимент и все и потом опять была выбрана не свободу что здесь есть хорошие новость значит будет новая возможность и новая попытка раз это все у нас циклично повторяется значит причем я думаю это не за горами да конечно а вообще разитом игры выיות очень важно цикли цикл личности русской истории попытки реформы конечно вот факт и как раз почему важно проговаривать и перестройку важно проговаривать и 90 важно проговаривать квалифицированно не пена квалифицирован на и 2000 и нужно чтоб как можно больше книг писалось квалифицированных что если мы не будем проговаривать свой же собственный опыт если мы будем не приходя в сознание каждый раз наступать на одни и те же грабли, то мы никогда из этого круга не выйдем. Поэтому очень важно, на мой взгляд, три урока 90-х. Один я сказал, что я считаю самым главным. Это институты. Новые правила игры. Когда старые правила игры сожрали новое. Второе, это, к сожалению, социальное равнодушие реформ. Мне кажется, можно было с меньшими издержками. По крайней мере, я спорил тогда с тем же Егором Тимуровичем, с которым работал вместе. Говорил, что, может быть, как-то можно попытаться. Вот испанцы смогли это сделать с меньшими издержками. Нет, ты не понимаешь. Говорил он мне, ты не экономист. И третье, это коррупция. Все-таки это началось тогда, к сожалению. Первое проявление таких вещей. В каком смысле это началось тогда? Когда люди стали получать активы, когда начали раздаваться активы. Те же самые залоговые акционы, к сожалению, это не самый лучший пример честной приватизации. Поэтому мне кажется, что извлекать уроки и проговаривать, как бы это ни было неприятно, ошибки, в том числе свои собственные, это важно для будущего. Потому что если просто мы будем говорить, все было прекрасно, а потом пришел плохой Путин и все уничтожил, это нас не приведет к изменениям. Ну, видимо, даже все-таки не все, потому что каждый раз, думая об этом маятнике реформ, контрреформ, все-таки в сухом остатке, каждый раз что-то больше и больше остается. Нет, ну надо сказать, что... Вот мы здесь сидим в сухом остатке. С точки зрения экономики, простите, Россия одна из самых динамичных и здоровых экономик, как это не принято об этом говорить, вообще-то говоря, в мире. Да, но могла бы быть настолько сильнее, в своей лиге. Если бы проводилось... Опять мы говорим, опять могла бы быть, могла бы быть. Сейчас даже не об экономике, а даже об обществе, а в остающихся все-таки до значительных пространствах свободы речи, в урбанизованном, модернизованном обществе, которое, как и не раз, вот и Таня говорила, все эти социологические замеры, мы понимаем, как никогда хорошо в 2017 году абсолютная относительность социологии в эпоху постправды. Я, как раз, сейчас читал статью про то, что образ хорошей России социологи все время замеряют, вот в 2017 году, что такое хорошая Россия, для наших людей. Очень интересно, что, да, действительно, процентов 25 хотят восстановления великой державы по модели СССР. Вот хотим великую державу. 55% за то, чтобы Россия была экономически развитой, культурно развитой, мирной, процветающей страной. То есть, на самом деле, образ будущего у людей вполне нормальный. Это европейская, развитая, свободная, богатая страна, живущая в мире с остальными странами. И вовсе не великодержавный, милитаристский, такой идеал Спарты является для нас ориентиром. Это как раз, я Сергея хочу поддержать, в том смысле, что все не зря. Что вот эти, вот эти 9 лет Борис Николаевич, и до этого 6 лет Михаил Сергеевич, вот эти 15 лет свободы, как ее не душат, как ее не добивают, но идеал вот такого европейского, свободного, динамичного, процветающего государства остается прежним. И это как раз дает нам надежду. Ну и собственно, будущее страны, как я понимаю, зависит совершенно не от Путина, или Иванова, или Петрова, или Сидорова, а от того, насколько этот идеал окажется в реальности укоренен. Вы знаете, он достаточно, к вопросу окурененности, наверное, последняя вещь, которую успеем проговорить, обсудить. Мне тоже очень интересно было посмотреть, как Ельцин-центр укоренен в Екатеринбурге, в Урале. Потому что это, помимо того, что это общероссийская вообще глобальная тема, а это очень уральская такая вещь. Он у них свой. Там вот свадьбы ездят к Ленину, к Ленину, к Трем точкам ездят, это три места силы. Ленин, это Сверднов, и к Ельцину ездят. И там действительно, как в сюжете были коммунисты, могут с пикетом стоять, и тут же, так сказать, свадьбы просто караваном едут. И вот это очень интересно, и они все время его уральцы защищают. Даже сейчас, когда был последний наезд, Михалкова на Ельцину, там же все, так сказать, и Куйвышев вступился, и Ройзман тут же моментально отвечают, это наши уральские. Что интересно, что на Россию обновление пришло со стороны Урала, вот с этой горнозаводской независимой цивилизацией. Очень специальный, отдельный город, ты всегда таким был, и я бы не стала так особо ожидания разгонять. Только что новосибирцы полгода выходил весь город против коррупционных тарифов на ЖКХ и победили. Только что Питер выходил по Исааки и так далее. И пока не знаем, победили. На самом деле, вот это вопрос, в чем еще Ельцин был прекрасен, он понимал важность гражданского общества. Он его искренне понимал, он искренне уважал, потому что именно гражданское общество это залог будущего России. И вот то, что мы видим ростки вот этого гражданского общества, условно говоря, от дальнобойщиков до уральцев, от защитников Исаакия до новосибирцев, которые там вышли интеллигенции, простые люди вместе, вот это как раз есть будущее России. Он был готов, и помимо этого, мне кажется, он был готов освободить пространство. Сейчас все его проклинают вот за это, берите суверенитеты, сколько захотите. Это уникальная вещь была. В 93-м, по-моему, он сказал, вот это вот вольница, вот региональная вольница. Я помню, меня поразило, я был, Сергей, в Якутске, и ездили мы по городу, это оперный театр, а когда построили? В 90-е. А это новая библиотека, а когда построили? В 90-е. А это драмтеатр, а когда построили? В 90-е. Я говорю, у вас все построили в 90-е. Говорит, было такое время, когда Алроса была наша компания, и мы могли развивать свою республику так, как мы считали нужным. А потом пришла другая власть, и сейчас, как вы знаете, Алроса – это федеральная компания, которая почти ничего не оставляет Якутии. То есть, вот это тоже была потрясающая вещь. Очень многие достижения, которые сегодня есть в Казани, в Якутске, в Уфе, в том же Екатеринбурге, это заслуга 90-х годов, и люди это помнят. Ну вот на этой позитивной ноте, я думаю, можно поблагодарить наших гостей Владимир Рыжков, Татьяна Малкина. От себя хочу, вот раз уж мы заговорили о Свердловске, немножко переиначить анекдот, который, помните, когда Ель и Ленин воскресает и спрашивает с чемоданчиком, куда-то идет. Говорит, куда вы едете? Говорит, в цирик батника делать эволюцию. И вот мне кажется, что если Ельцин сейчас воскреснет, мы его встретим на Ярославском вокзале, и он будет с чемоданом, и он поедет в Свердловск, чтобы снова оттуда начинать перестройку. Так что с воспоминаниями о Борисе Николаевиче, с доброй памятью, сложной, смешанной памятью, но все же с балансом гораздо большим и позитивным, чем вся эта грязь, которая сейчас льется на его имя, на 90-е. Я хотел бы закончить эту передачу и призвать нас вспомнить добрым словом эту эпоху и доделать то, что не было доделано тогда. Это была программа Археология. Смотрите телеканал в настоящее время. Слушайте Радио Свобода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова